И сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы уже конфисковали порядка 100 единиц различного гражданского оружия. На вопрос, а можно ли вернуть его, заплатив штраф и продлив разрешение, Андрей Бодягин ответил, нужно рассматривать каждый случай в отдельности. Из незаконного оборота за последние полтора года изъято 20 единиц боевого оружия. Часть граждане сдали сами в рамках профилактической операции оружия. Согласно ее правилам, за добровольно отданные правоохранителям боеприпасы гражданина не только снимут ответственность за незаконное хранение, но и выплатят денежное вознаграждение. Незарегистрированное оружие у жителей региона появляется по разным причинам. В основном это охотничьи оружия, которые передаются по наследству и не были изначально зарегистрированы. А также нередки случаи, когда жители области находят боеприпасы в лесу или привозят трофеи из горячих точек. В некоторых случаях гражданин может зарегистрировать вновь приобретенное оружие, вместо того, чтобы сдать его полицейским. Ну естественно, если у него будет автомат или пистолет, который не подлежит гражданскому обороту, это однозначно. Он его никаким образом не зарегистрирует. А вообще, то есть оружие это такое же имущество граждан, только это предметы, на которые наложены определенные ограничения в его обороте. Поэтому, ну как бы, такие граждане к нам обращаются. Мы им предлагаем обращаться в суд о признании права собственности на данное оружие. И уже потом оформить лицензию на хранение. Сегодня подать заявление в лицензионный центр можно и через портал госуслуг. В управлении Росгвардии готовы лично выслушать вопрос каждого гражданина, касающийся оборота оружия. За консультацией можно обращаться напрямую к начальнику центра по номеру 38 37 81.